Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы включили это видео, значит вы продолжаете, несмотря на мой мерзкий голос, изучать учебники врачей. Ничто вас, черт возьми, не останавливает. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, в чем суть? Опять же, повторюсь, закадрово я буду объяснять какие-то основные мысли, почему я выбрал тот или иной учебник, и какую-то идею, пару предложений, да, умещать, что я хотел этим донести до обычного обывателя. Но, может быть, вам понравится какая-то тема, вы хотите узнать о ней лучше, да, еще больше узнать о данной теме. Пожалуйста, пишите в комментариях об этом. Выпуски длинные, формат новый, это, наверное, ну, у меня, если не соврать, года три не было таких длинных выпусков. Поэтому мы с вами будем, скорее всего, маленькой аудиторией тусить. И, так скажем, чистота этих выпусков, она напрямую зависит и от вашего участия, просто от лайка, от подписки, от комментариев. Ну, не можете, соответственно, написать комментарий, не знаете, что спросить. Если вам все понятно, просто хотите услышать следующий учебник, какой-то следующий такой вот подкаст интересный, просто напишите, что все здорово, вам, не знаю, понравилось, не понравилось и так далее. От нейронки я отказался. Наверное, придется озвучивать самому. Нейронка некоторые термины ужасно отказывается читать. Где-то даже она лучше читает. Естественно, меня, напоминаю, у меня дизлексия, дико извиняюсь за это, я тоже коверкаю термины, но не так плохо, как нейронка. Нейронка вообще проглатывает некоторые слова. Приходится все это вручную выпрямлять, на это уходит очень много времени, поэтому будет мой год. Вот, дорогие друзья, я надеюсь, вы поучаствуете в выборе тематик различных, то есть предлагаете активные темы. Мы можем уйти от сексологии, эндокринологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, куда хотите, можем пойти. Учебников куча на самом деле, так что пишите ваши, соответственно, вопросы в комментариях, что будем изучать. Я желаю вам приятного слушания и чтения, соответственно, всех жду на своих платных онлайн-консультациях, и да пребудет с вами здоровье. Итак, дорогие друзья, сегодня опять читаем Потемкина, будем разбирать вторичный и первичный гипогонадодизм. Обратите внимание на вторичный, в каком-то смысле это то, чем вы всегда занимаетесь на ПКТ, качкам будет особенно интересно. Первичный гипогонадодизм – синдром, обусловленный непосредственным воздействием патологического процесса на паренхему семянников. Этиология. Причины первичного гипогонадодизма могут быть врожденными и приобретенными. К врожденным причинам нарушений функции яичек относят дискинезию семенных канальцев, синдром Клайфелтера, дискинезия или аплазия яичек, аплазия зародышевой ткани. Приобретенные нарушения функции яичек, возникающие вследствие их травм, хирургической кастрации, туберкулеза, осложнений после архита, на почве острых инфекций, эпидемический паротит и другие. Сифилис, гонорея, действия ионизирующей радиации. В основном патогенез первичного гипогонадодизма лежит недостаточная продукция андрогенов яичками. В результате этого происходит недоразвитие половых органов, слабое развитие вторичных половых признаков, задержка созревания скелета, недостаток анаболического воздействия андрогенов на матрицу костей и другую. Патологическая анатомия. Гистологический при биопсии яичек обнаруживают гиалиновое перерождение семенных канальцев, прорастание между ними соединительной ткани, отсутствие сперматогенеза, предстательная железа, атрофична. Клиника. Клиника заболевания зависит от возраста, в котором произошло повреждение яичек. При врожденном недоразвитии яичек или повреждении их до полового созревания возникает так называемый евнухоидизм. Клинически проявляющийся высоким ростом при непропорциональной длине конечностей. Нередко бывает ожирение с отложением жира по женскому типу, гинекомастия, мускулатура развита слабо. Половой член, мошонка и яички по своим размерам отстают от возрастных норм. Консистенция яичек дряблая или плотная. Вторичные половые признаки выражены слабо. Скудное оволосение лобка. Нередко отсутствует растительность на лице и теле. Либидо ослаблено или отсутствуют. Больные бесплодны. При заболеваниях, развивающихся в постпубертатный период, диспропорции скелета нет. Что обусловлено своевременным закрытием зон роста. Недоразвитие половых органов выражено менее резко. Либидо нередко сохранено. Отмечается демаскулинизация. Уменьшение оволосения. Снижение мышечной силы. Прогрессирующее ожирение по женскому типу. Ослабление потенции вплоть до импотенции. Вследствие азоспермии больны бесплодны. Лабораторные данные. В крови уровень тестостерона понижен. А гонадотропные гормоны повышены. Выделение с мочой гонадотропных гормонов значительно повышено. А тестостерон и 17КС понижены. Рентген диагностика при врожденном недоразвитии яичек или повреждении их до полового созревания. На рентгенограмме кисти с лучезапястным суставом отмечается отставание костного возраста от паспортного, что свидетельствует от задержки созревания скелета. В костях лучезапястного сустава и позвоночника часто отмечается остеопороз. При краниографии нередко обнаруживается гиперпневматизация пазухи основной кости. Малые размеры турецкого седла и выпрямленность. Юнивелизация его спинки. При простографии отмечают резкое уменьшение предстательной железы и изменение ее формы. Диагноз и дифференциальный диагноз. Диагноз первичного гипогонадодизма устанавливается на основании анемнестических данных, характеризующихся клинической картины. Евноходизм, недоразвитие яичек, полового члена и вторичных половых признаков и лабораторных данных. Первичный гипогонадодизм дифференцирует от вторичного гипогонадодизма. О наличии вторичного гипогонадодизма свидетельствует анамнез, развитие гипогонадизма вследствие заболеваний гипоталамогипофизарной системы, опухолегипофиза, сахарного диабета, гипотириоза и другие. Выявление патологий турецкого седла на рентгенограмме черепа, увеличение опухоли малой размеры при гипофизарном нанизме, понижение экскреции гонадотропных гормонов с мочой и другое. Прогноз для жизни благоприятный, однако полного выздоровления не наступает. Лечение проводят заместительную терапию препаратами мужских половых гормонов. Назначают внутримышечно 5% масляный раствор тестостерона, тестостерона, пропианата по 1 мл, 1 раз в неделю 10% масляный раствор тестостерона, по 1 мл, 1 раз в 15 дней, сустанон 250 по 1 мл, 1 раз в месяц. Этот препарат состоит из 30 мг тестостерона, пропианата, 60 мг тестостерон, фенилпропианата, 60 мг тестостерон и закапраата, и 100 мг тестостерон деканаата. Применяют сублингвально метилдристеналон по 10-30 мг в день. Вторичный гипогонадодизм. Синдром, возникающий главным образом вследствие гипоталамогипофизарной недостаточности, приводящий к уменьшению продукции гонадотропных гормонов с последующим понижением секреции андрогенов и теология. Причинами вторичного гипогонадодизма могут быть травматические повреждения или опухоля гипофиза, генетический нанизм, заболевания, ведущие к гормональному дисбалансу, гипотиреоз, сахарный диабет и другие тяжелые соматические заболевания и другие. Патогенез в основе патогенеза вторичного гипогонадодизма лежит недостаточность продукции гонадотропных гормонов с последующим уменьшением секреции андрогенов. Патологическая анатомия. При типичной форме гипогонадодизма объем, гистологическая структура и консистенция яичек такие же, как до полного созревания. Гистологический в семянных канальцах отмечает недифференцированный зародышевый эпителий с ранними сперматогониями. Сустиноциты и гландулоциты яичка не развиваются. При частичном неполном гипогонадодизме зародышевый эпителий семенных канальцев дифференцируется рано. Однако, интерстиальная ткань развивается слабо. Клиническая картина примерно такая же, как и при первичном гипогонадодизме. Лабораторные данные. В крови понижается уровень гонотропных гормонов и тестостерона. Экскреция с мочой гонотропных гормонов тестостерона и 17 кс уменьшена. Диагностические пробы для оценки функционального состояния яичек проводят пробу с хроническим гонадотропином. Проба основана на стимуляции хронического гонотропина гланцитов яичка, продуцирующих андрогены. Хронический гонотропин вводят внутримышечно по 1500 единиц ежедневно в течение 5 дней с последующим определением экскреции 17 кс с мочой. У больных вторичным гонадодизмом, в отличие от первичной экскреции 17 кс с мочой, увеличивается рентген диагностика. В случае гипогонадизма центрального генеза при краниографии нередко обнаруживают опухоли. Гипоталама гипофизарной области при вторичном гипогонадодизме возникшем в предпубертатный период рентгенологические данные, такие же, как и при первичном гипогонадодизме. Диагноз и дифференциальный диагноз. Диагноз вторичного гипогонадодизма устанавливают на основании данных анамнеза характерной клинической картины и лабораторных данных. Дифференцированный диагноз. Смотреть первичный гипогонадодизм. Прогноз. Прогноз в отношении жизни определяется основным заболеванием. Лечение. Лечение. Назначают курсами хронический гонадотропин по 1500 внутримышечно, 2-3 раза в неделю в течение 6-8 недель с перерывами 1-2 месяца. При отсутствии эффекта после 6-8 курсов лечения назначают заместительную терапию препаратами мужских половых гормонов. Можно назначить лечение с ирочным гонадотропином по действию близок к ФСГ в комбинации с препаратами мужских половых гормонов. А теперь вот вам видос, чтобы, как говорится, радовал глаз. И, соответственно, что хотелось бы сказать. Обратите внимание, дорогие друзья. Все, соответственно, перечисленные причины, они так или иначе очень часто упираются в диабет. В том числе диабет, как правило, второго типа и заболевания щитовидной железы. И когда вы используете анаболические курсы разных препаратов, неважно, это стероиды или, может быть, гормон роста. Помните о том, что гормон роста может приводить к второму диабету, то есть повышать сахара. Или вообще используете любые медикаменты. То есть вы должны убедиться, что в первую очередь нет риска развития сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы. Чаще сдавайте анализы, дорогие друзья, индекс HOMO IR, TTG, T3, T4. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok